Привет, друзья и подружки! Меня зовут Маргарет. Я учитель, а предмет, который я преподаю, это красота. Я учитель по красоте. Сегодня 1 сентября. Сегодня день знаний. И сегодня все идут в школу. И также в нашу школу тоже придут учиться ученики. Мои ученики – это девочки. Наша школа красоты начинает работать, как все обычные школы. 1 сентября. И сейчас мои ученицы начнут приходить и занимать свои места в классе. Если вы обратили внимание, наша школа необычная. У нас вся мебель сделана под косметику. Это было так задумано дизайнером. Вот эти пуфы – это тут сидят ученицы. Помады – это они могут краситься. А вот такие красивые диванчики, которые вы тут видите, там тоже сидят ученицы. У нас очень интересная школа. Посмотрите, какая она красивая. Сделана под косметику. А сейчас я иду встречать своих учениц. А вы смотрите дальше это видео. Вас ждет много интересных открытий. Дорогие девочки, сегодня первый день нашего знакомства в школе. Поэтому каждая из вас сейчас заходит в класс, говорит свое имя и присаживается на любое место, которое вам понравится. Договорились? Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Констанция. Здравствуйте! Меня зовут Лиза. Здравствуйте! Меня зовут Анна. Здравствуйте! Мое имя Ру. Можно называть меня Руфина. Здравствуйте! Я Молли. Меня зовут Молли. Привет, девчонки! Привет! Я так рада вас видеть! Меня зовут Леди Пантея. Я ношу необычное такое имя, но именно так меня назвали родители. Привет! Привет! Добрый день! Меня зовут Настасья. Здравствуйте! Я рада, что я с вами! Меня зовут Сесили. Здравствуйте, учитель! Пойду занимать свое место. Здравствуйте! А я Милли. Очень рада, что буду учиться с вами, дорогие дамы. Я рада с вами познакомиться. Наш первый день пройдет именно так, в знакомстве. Я еще раз поздравляю вас с первым днем знаний, с первым сентября. Мы будем узнавать сегодня друг от други все. И каждая из вас ответит, зачем она пришла в нашу школу. Но также я немножечко вам расскажу и о себе. С чего начнем? Сначала хотите вы говорить или буду говорить сначала я? Очень интересно узнать про вас, конечно. Ну, как вы решите, мы можем и первые рассказать, зачем мы пришли сюда учиться. Давайте начнем с вас. Давайте вы первые расскажете, что вы хотите научиться, чему вас научат в этой школе. Перед тем, как рассказать что-то, вставайте, чтобы мы посмотрели, какая вы красивая. Анна, давайте с вас начнем. Я уже говорила, я Анна. Я пришла в школу, чтобы узнать, что же такое красота и как всегда быть красивой. Как сохранять свою красоту надолго. А я, я очень хочу научиться всем-всем секретам красоты. Ведь если есть школы красоты и там учат, значит, я еще не все знаю о красоте. И я много хочу узнать. Я хочу многому научиться, как быть всегда красивой. Я люблю быть в окружении таких девочек, которые себя любят и хотят быть красивыми. И у вас здесь очень приятно находиться. А мне нужно научиться делать макияж и прическу, чтобы нравиться одному человеку. Ну и для того, чтобы знать и уметь правильно держать в руках кисти, косметику, делать красивые прически. И ухаживать за собой, научиться ухаживать за собой. Привет. А меня в эту школу привела мама. Она сказала, что здесь очень интересно и что мне надо здесь быть. Я пока не знаю, чего я хочу. Надо у мамы спросить. Ну, может быть и вы что-то расскажете интересного. Ну, а так вообще люблю разные шляпки красивые. А я считаю, что лучшее, что можно придумать, это школа красоты. Красоты для девочек никогда не бывает много. Ведь в обычной школе нас не учат самым важным уроком для девочек. Это манере общения, это макияжу, внешнему виду. Об этом должна знать каждая девочка, каждая женщина. И я хочу этому всему еще научиться. Я, конечно, много знаю, много изучала. Но мне очень хочется еще узнать. А я никогда не сижу дома. Я всегда путешествую, знакомлюсь с новыми людьми. Мне всегда интересно все новое. Поэтому я здесь, среди вас, таких красивых, интересных девочек. А я очень скромная. Мне нужно научиться общаться с людьми. Мне нужно быть более уверенной в себе. Мне кажется, я этому здесь научусь. Поэтому я здесь. Быть более уверенной в себе. Считать себя красивой. А я здесь для того, чтобы научиться потом самой быть учителем. Стать учителем красоты или визажистом. Это прекрасная работа, учитель красоты. Я всегда об этом мечтала. Как только я закончу школу, я тоже начну обучать других девочек. Дорогие мои девочки, вы очень умные. И мне так повезло с вами. И вы такие красивые. Спасибо. Очень интересно было послушать ваши истории. Я сама захотела учиться в этой школе. А сейчас я вам расскажу немножко о себе, чтобы мы уже полностью с вами познакомились. Я повторю, что меня зовут Маргарет. Я работаю учителем красоты уже более 10 лет. Я так же, как и вы, пришла учиться в школу красоты давным-давно. И меня так вдохновила эта профессия, что я решила продолжать развиваться в этом направлении. Я визажист и косметолог. Имею много разных наград и дипломов в сфере красоты. Но больше всего в своей работе я люблю общение с вами. Я люблю, когда девочка превращается в принцессу. Девочки всегда должны быть красивыми. Именно должны. Цветы должны цвести, радовать глаз и нежно пахнуть. Птицы должны летать и петь. А солнце должно светить. А девочки должны быть красивыми. Нет на планете ни одной некрасивой девочки. Я это точно знаю. Нужно наслаждаться собой и любить себя. И именно этому вас учит школа красоты. Красота – это не переделывание себя, это любовь к себе. А вот как стать красивой, мы с вами порассуждаем уже на следующем уроке. У нас сегодня была запланирована тема знакомства. А что такое красота, мы поговорим с вами на следующем уроке. Интересно вам было, о чем мы говорили сегодня? Да, мне сегодня было очень интересно. Я очень буду ждать следующий урок. Мне было приятно познакомиться с вами и со всеми девочками. А когда будет следующий урок? Будет очень скоро. Вы, ребята, следите за следующими видео. В них мы будем раскрывать секреты красоты для девочек. А на сегодня урок окончен. Я очень была рада с вами познакомиться, дорогие друзья. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И следите, на этом канале будут новые видео о красоте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!